И снова я желаю вам доброго утра в студии самой ранней программы на телеканале Кубань-24. Меня зовут Ольга Антошина и вот какой радостной новостью спешу с вами поделиться. В эту субботу на нашем канале стартует новый сезон уже полюбившегося нашим зрителям шоу Бои Белых Воротничков. И сегодня у меня в студии Богдан Хмельницкий, ведущий и продюсер этого проекта. Богдан, доброе утро. Доброе утро, Оля. Очень рада видеть вновь. И мы, конечно же, все ждем нового сезона, но хотелось бы так уже немножко хотя бы приоткрыть завесу тайны. Чем будет отличаться от предыдущих? К нашему большому счастью, и в том числе благодаря телеканалу Кубань-24, о проекте за два года с лишним существования в крае узнало очень много людей. Если раньше мы проводили только в Краснодаре, потом сделали такую курортную экспансию в Сочи, то в этот раз решили пойти еще дальше и по просьбам трудящихся сделали еще в нескольких городах. То есть впервые этот сезон проходит не в одном городе, а сразу в нескольких, и даже, забегая вперед, скажу, даже в нескольких странах. Угу. Ну, я думаю, что заинтриговали, конечно же. Смотреть будем. Меня, как девушку, еще такой момент интересует. Тем более, что мои коллеги участвовали в прошлых сезонах. Так, будет ли в этом году кто-нибудь из представителей из прекрасного пола? Вы знаете, нет, в этом году не будет. Ну, вернее, в этом сезоне, потому что мы сняли его несколько месяцев назад, и там девушек мы не планировали. А в следующем, который мы начнем снимать весной, вполне возможно, более того, мы думаем о том, чтобы выбрать 8 девушек одного, одной весовой категории, и вывести их в отдельный такой, как это, подкаст, или как это сейчас называется правильно, они разбираются. Это предложение проекта, я считаю. Вот, нет, это прям отдельным сезоном, отдельными сериями, и еще 8 девочек за пояс чемпиона подрались. Вот так бы мы хотели. Да, готовьте сегодня. Спасибо. Нет, если это предложение, то я начну готовиться прямо вот сегодня, сразу же после эфира. Спасибо большое, я подумаю. Богдан, скажите мне, пожалуйста, мы уже, я говорила о том, что полюбили, конечно же, наши зрители шоу, и очень многих участников его полюбили. Вы наверняка общаетесь со многими из них. Вот как сложились их судьбы? Да, ну, с абсолютным большинством, практически никто не потерялся, мы же так, мы целый клан, и кроме каких-то выездов общих на футбол, или там, да, на шашлыки, есть современные средства связи, позволяющие вести там, ватсап, там, воротнички Армавиру, воротнички Краснодара, общий, как я его уже отключил, потому что это невозможно, оно же все время идет общение, знаешь, ну, я не буду про всех рассказывать, по-разному сложились, как обычно бывает в жизни, могу сказать, что в том сезоне, который люди увидят, у нас была свадьба, у нас познакомились люди и женились. Я считаю, это, между прочим, за всю историю проекта, это уже третий случай, значит, что-то в этом есть. То есть не только телеканал Кубань-24 объединяет сердца, но еще и шоу Бои Белых Вороников. На удивление. У нас, мы вчера уже гадали на святках, мне вот кажется, такая вот прям свадебная семейная тема окружает нашу программу, но все-таки продолжим. Богдан, скажите мне, пожалуйста, вот немножко вспомним то, что называется «Прошлое». 2016 год был объявлен годом российского кино. Вот какие фильмы лично вас мотивируют на победы, на то, чтобы как-то наставлять участников? Есть ли такие картины? Послушайте, я киноман с 30-летним стажем, и мне сложно выделить, в принципе, какой-то российский фильм или советский, от других есть десятки великих фильмов и великих режиссеров. Нельзя сказать, кто лучше, там, Гайда или Лизана. Но, коль вы ставите вопрос мотивационного кино, первым приходят в фильм киностудии имени Горького, непобедимый с Андреем Ростоцким в главной роли, а создатели самбо. Я в детстве засматривался и сейчас и своим детям показываю. Вообще раз в год его пересматриваю. То есть гений дзюдо для меня уже староват, он еще черно-белый, а вот непобедимый, это человек, который ходил по советским республикам, собирал виды борьбы и в итоге выдал самбо в 20-е годы, в 20-е века. Это просто шикарное кино, конечно, нам мотивирует. Но я знаю о том, что один из участников проекта прошлых сезонов также снял свою картину. Я права? Я бы скажу, он снялся в главной роли в документальном фильме, который называется «Нужна победа». Это история успешного бизнесмена, который пришел к нам в шоу. У него сначала ничего не вышло, но он захотел, чтобы у него все-таки это получилось. И целый год он этого хотел и потом рискнул еще раз. И вот месяц его подготовки, его эмоций, его переживаний и отношения его семьи абсолютно по кинематографическим законам сделаны. И выразиться в фильме «Нужна победа», которую мы очень надеемся, скоро мы увидим на телеканале «Кубань-24». Я тоже надеюсь. Ну, теперь, наверное, мы немножко так отступим от шоу-бай «Белых ворничков», поскольку с утра мы выходим, утренняя у нас программа. Как просыпаетесь вы? Во сколько? Сразу ли делаете зарядку? Вот как проходит ваше утро? Ну, смотрите, я уже много лет сплю днем, поэтому просыпаюсь рано утром. Я вообще утренний парень, в 6.30, во сколько бы я ни лег, я просыпаюсь в 6.30. У меня много было лет, когда я работал ночами, на каких-то ночных съемках, и я все равно в 4 ложусь, а просыпаюсь в 6.30, даже если мне хочется спать. Поэтому у меня такой внутренний будильник стоит. Это мой дар и проклятие одновременно. Я пытался делать зарядки, но в свое время делал. Чем старше становишься, тем тяжелее сделать, не силой воли, а по таким физиологическим показателям. Нельзя сразу тренироваться. Мой друг Сережа Бадюк научил меня некоторым техникам, ну, и сыгун, как просыпаться, правильно? Конечно, каюсь не всегда я делаю, но стараюсь их делать. Из того, что я делаю точно, из необычного, я, к примеру, чище зубы левой рукой. Несмотря на то, что я правша, я сознательно себя это заставил. Даже не помню, зачем это надо. Ну, как-то по-другому там работает полушарие. А так я завтракаю и еду там на тренировку. День от дня не меняется. Я завтракаю и еду на тренировку. Богдан, скажите мне, пожалуйста, то, что будет у нас новый сезон, и мы все будем, конечно же, его с нетерпением ждать, мы поняли. Но я уверена, что есть еще такие мечтания и нереализованные высоты проекта «Бои белых воротничков». Вот в будущем о каком формате этого проекта мечтается? Слушайте, действительно, все только начинается. И мы даже не мечтаем, мы реализовываем. Мы заключили предварительный договор с крупным федеральным телеканалом о том, что следующий сезон, он будет под... Мы сейчас опробировали в Краснодарском крае несколько городов, а теперь мы делаем несколько городов по всей России. Крупнейшие города, 16 больших городов. Краснодар, конечно, включен. И мы в конце февраля начинаем съемки, и мы идем просто в большие-большие массы. А кого приглашают в качестве участников? У нас не меняется. Воротнички и своротнички, взрослые парни, средний возраст 30 лет, без спортивного прошлого. Плюс в каждом городе будет, особенно в Москве и Санкт-Петербурге, будет звездный участник и будет звездный ведущий. Пока не открою карту. Богдан, спасибо большое, что пришли к нам сегодня утром. Очень много интересного нам рассказали. С удовольствием увидимся еще раз в этой студии. Спасибо вам большое. Спасибо. Ну, я напоминаю, что все интервью с нашими гостями смотрите на сайте kuban24.tv. Не переключайтесь, мы совсем скоро вернемся. Субтитры сделал DimaTorzok Продолжение следует...